открытая студия здравствуйте открытая студия радио 1 в доме правительства московской области с вами мира алекса и сегодня у меня в гостях генеральный директор компании драфт эксперт по дорогам мария кулькова мария здравствуйте здравствуйте мария будем сегодня говорить на тему которая вам близко который вы занимаетесь поговорим об организации дорожного движения обсудим все те нововведения которые появились эти новости которые связаны с нашими дорогами подмосковными конечно же ну и в частности о том что открылось как работает в целом оценим эту самую дорожную ситуацию пожалуйста я так понимаю что очень много актуального и того о чем должны знать и автомобилисты в том числе но и предлагаю начать с дорожных знаков с дорожных проектов насколько все это согласовывается с появлением да вот тех или иных знаков согласовывается ли это с гибдд расскажите о нюансах да отличный вопрос тут история какая у нас в 2017 году вышел федеральный закон об организации дорожного движения 443 который наконец-то вот эту сферу деятельности как организация дорожного движения так сказать причесал то есть у нас появились какие-то нормативы свои правила понимания как проекты согласовываются какой порядок и так далее но со семнадцатого года пока вот этот вот процесс именно того что это действительно все нормативно мне было включено до как раз таки 1 января 21 года и соответственно тут надо понимать что мы имеем на данный момент на данный момент мы имеем точно то что все проекты организации дорожного движения они должны быть согласованы утверждены баланс содержателями территорий то есть первый вопрос который я всегда задаю своим заказчикам государству и так далее а чья все-таки дорога потому что первая мысль которая как бы когда ты сталкиваешься с дорогами напрямую вот общаешься с ними заключается в том что у нас очень много разных владельцев дорог федералы регионалы муниципалы и очень много частных дорог это и владельцы жк застройщики потому что они до сих пор может быть еще не передали а некоторые и не собираются передавать уличную дорожную сеть на должны ведь не совсем это зависит во первых от самого застройщика и от инвест-контракта который он заключает с администрацией потому что много например премиум коттеджных поселков у которых изначально есть политика того что они сами по себе они остров в острове поэтому они не будут никогда поднимать шлагбаумы они понимают что они там условно покупают себе таунхаус там от 50 миллионов и поэтому им не нужно чтобы там это было ну проезжай кто хочет в этом ничего такого нету они имеют на это полное право потому что застройщик соответственно принимает решение но на его территории даже чтобы это к этому таунхаусу подъехала машина владельца этого таунхауса должны быть расставлены соответственно знаки и разметка соответственно здесь чем с законодательством это первый момент соответственно схема расстановки технических средств организации дорожного движения должна быть согласована я должна существовать и всегда быть в руках у баланса держательной территории второй момент заключается в том что эта схема должна быть откорректирована должна быть пересогласована раз в три года потому что ситуация у нас на дорогах меняется у нас меняется интенсивность и у нас очень активно меняется законодательство об этом мы сейчас с вами поговорим это второй момент ну и третий самый главный даже более важный чем имение документов это чтобы все это было реализовано чтобы те технические средства организации дорожного движения которых мы говорим и которые есть на схеме были полностью воплощены баланса держателем дороги потому что это самое ужасное когда проект сделан проект сделан качественно и правильно но при этом денег там бюджетов на то чтобы поставить эти знаки уже не остается ну и соответственно такой ситуации не должно быть в соответствии со федеральным законом о безопасности дорожного движения потому что он нам говорит о том что безопасность на дорогах это приоритет над экономическими возможностями над экономикой и получением прибыли этим самым баланса держателем это даже нам говорит о том что если нужно поставить условно знак но условно дорогой там с пленкой светоотражающей с моргалками да нужно вложиться понятное дело что он будет там стоить четыре с половиной тысячи а не тысячу но при этом мы понимаем что да по закону первое что у нас есть самое главное это безопасность жизней участников уличного дорожного движения вот и далее соответственно подходим к вопросу про гибдд так что мне часто очень спрашивают маша гибдд согласовывает проекты гибдд ставит сами знаки и так далее чем но много не понимание не понимание конечно ведь думают если есть гибдд да и если они следят за дорожной ситуации в плане соблюдения правил дорожного движения значит они должны и вот заниматься расстановкой собственно и знаков вот это не так правильно это теперь и так и не так так это очень сложно с юридической точки зрения такая история которую я сейчас постараюсь максимально интересно рассказать до тринадцатого года гибдд участвовала в согласовании проектов организации дорожного движения были всегда участниками комиссии по вводу дорог и так далее но приказом президента с них была снята вот эта функция согласовательная и у них осталось только надзорная ну то бишь карательная то есть они пользуются тремя своими основными статьями из коапа про как раз содержание дорог про наличие документации так далее и как бы на этом все но вот в семнадцатом году вышел 4 43 федеральный закон в котором есть статья 18 как раз про проект организации дорожного движения в которой есть пункты 7 8 и 9 в которых говорят что могут быть использованы привлечены к согласовательной функции другие участники органы властей если на то есть согласие и решение непосредственно баланса держателя территории так это что значит это значит что если на дорогах условно красногорска красногорские власти придумают постановление решат что будет вот так то после этого гибдд красногорска будет участвовать в согласовании всех проектов организации дорожного движения на территории красногорска если такое постановление будет введено на уровне московской области то соответственно на всех дорогах московской области понятно по всем городским другом соответственно нет именно на дорогах региональных региональных соответственно если это будет принято на уровне федерации то только на федеральные дороги что мы имеем в девятнадцатом году соответственно опираясь правительство московской области на вот вышедший закон действительно выдала это Это постановление 77.34, в котором закрепило перечень организаций, которые участвуют в согласовании. То есть это в 2019 году уже МТДИ распорядилось, что на все региональные дороги участвует, соответственно, управление ГИБДД по Московской области. Но данный перечень не вступил в силу причин, потому что вот этот 443 федеральный закон, который в 2017 году был, он как бы там, ну такой типа, можно включить, можно не включить и так далее. А почему мы всё-таки заговорили о том, что теперь всё-таки у нас ситуация такая, какая мы имеем? Потому что вышел приказ 274, уже Минтранс России, который подписал, соответственно, Дитрих и выпустил Мишустин, в котором говорится о том, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. И в этом приказе установлены правила оформления проектов организации дорожного движения, как должен выглядеть сам том, в каком масштабе подготавливается схема и так далее. Все вот эти вот моменты по организации моей непосредственной деятельности как проектировщика, что мы должны делать. И также дублируется вот эта вот фраза про возможность привлечения ГИБДД. Соответственно... Ну то есть теперь это на усмотрение... Теперь это абсолютно на усмотрение, это легитимно вот с 1 января 2021 года. Я хочу напомнить, в открытой студии Радио 1 сегодня принимает участие генеральный директор компании Драфт, эксперт по дорогам Мария Кулькова. Говорим мы об организации дорожного движения, ну и собственно всё, что из этого выходит. Итак, Мария, значит, с 1 января этого года все об этом знают. Всем ли это удобно и насколько это вот действительно такой правовой шаг правильный? А вот смотрите, здесь интересно, потому что до сих пор сами граждане, да даже бизнес теряется в определении, чья всё-таки дорога. Чья территория. Потому что вот, например, тот же самый город Красногорск. Есть условно улица Жуковского и улица Комсомольская, там Чайковская. Они... Чайковского. Они все выглядят плюс-минус одинаково, они двухполосные. Но у всех разные балансодержатели. Где-то это Мосавтодор, а где-то это муниципалы. И получается, что если речь идёт про Мосавтодор, то там, соответственно, уже нужно будет уведомлять ГИБДД и получать от них, соответственно, согласие на проведение каких-то работ. При этом, когда мы говорим про проекты организации дорожного движения и про удомления, мы должны понимать, что это не только смена действующей дислокации, что это вот на период эксплуатации знаков, и на любые ремонтные работы в том числе. То есть, если условно у сетевиков какой-то прорыв аварийный, то, соответственно, им необходимо, как всегда, согласовывать схему на период проведения работ, но при этом ещё дополнительно уведомлять об этом ГИБДД и получать у них какую-то ревизию. Ну, соответственно, если уж там дорожная разметка или ещё какие-то, да, асфальт нужно поменять. То есть, всё, всё это... Теперь всё через, причём, главное управление. Речь даже не про ГИБДД отделов муниципальных, а именно в главное управление ГИБДД. Это в том случае, вот если та дорога, которая Мосавтодорова, а та, которая вторая, которая муниципальная. А это уже, если муниципалитет своего уровня решит, что они будут вслед за принятием решения за правительством, сделают как бы такое же на своём уровне. А, понятно, если они примут аналогичное постановление. При этом пока вообще непонятно, вот мне как проектировщику, на каких дорогах будет это принято, а на каких не будет, потому что нет ни единой базы, ничего. Соответственно, мы сейчас занимаемся тем, что мы мониторим прецеденты, потому что пока прецеденты только Московская область. То есть, возможно, какой-нибудь муниципалитет решит, и, соответственно, надо перед тем, как понимать, сможем ли мы, например, начертить тот или иной дорогу, подъезд и так далее, сразу понять, есть ли у них это внутреннее постановление. Скажите, Мария, а вот больше проблем с уже существующими дорогами или с теми, которые только предстоит разработать, спроектировать? А у нас здесь для этого есть ещё хорошее нововведение, тоже приказ 18.19 о том, что есть перечень объектов линейных, которые не требуют получения разрешения на строительство. Соответственно, что такое получение разрешения на строительство? Это значит, что необходимые все разрешительные документации, в том числе пройденную экспертизу, необходимо предоставлять Минстрой. Соответственно, из этого списка, из этой необходимости были вычеркнуты все дороги 4-й и 5-й категории. Поэтому, если сейчас есть потребность, необходимость построить дорогу 4-й и 5-й категории, то идти в Минстрой за разрешением на строительство не требуется. Понятно. Мария, если посмотреть на ситуацию глазами наших граждан, в каких-то нюансах они могут не разбираться, но чаще всего в целом с этой проблематикой они сталкиваются тогда, когда какой-то знак где-то нарушает, как им кажется, их права, мешает спокойно парковать свой автомобиль. Вот здесь тоже. Как можно узнать, какой знак легитимный, какой вдруг не очень, кому принадлежит дорога? Что здесь каждый гражданин должен знать в целом? Ну, самое важное, что сейчас у нас появилось такое удобное, как инструмент, которым можно пользоваться, это на сайте Госуслуг Московской области единая карта всех балансодержателей дорог. Соответственно, там кадастровый номер из кадастровой карты посмотреть, где этот участок дороги, и он пробивается, и если это Химдор, он покажет, что это Химдор. Если это Мосавтодор, он скажет, что это Мосавтодоровская дорога. Если это муниципалы, он прям непосредственно скажет, что. Потому что у нас нет даже такого, что муниципалы и Мосавтодор, это запросто может быть управляющая компания или какая-то специальная организация, как, например, в Химках это Химдор. То есть это не администрация Химок, а именно Химдор. То есть здесь надо именно понять, если есть какие-то вопросы по дороге, первое, к чьи. А дальше уже писать письма или посмотреть на сайте этой организации, их контактные телефоны, почта и так далее. И задавать вопрос, присылать фотографию и уточнять, есть ли эти знаки, которые смущают, или разметка, или что бы то ни было, в утвержденном проекте организации дорожного движения. Потому что если знаки, ну в общем технические средства организации дорожного движения, которые шире, чем просто понятие знаки, там и столбики, и знаки, и разметка, и искусственные неровности и так далее, и так далее, и так далее. Если они есть, но их нет в проекте, то, соответственно, это штраф. Если их нет, а они есть в проекте, это тоже штраф, опять-таки, для баланса держателя территории. Поэтому, причем штраф, если это юридическое лицо, то это 300 тысяч. Соответственно, сначала посмотреть, есть ли она в проекте. Если этого нет в проекте, то уже можно, соответственно, писать в ГИБДД, потому что это как раз их, та функция, которая у них непосредственно, прямо-таки официально закреплена, это надзор. Выяснить, почему так произошло. Вообще, насколько вот много таких прецедентов есть? Естественно, тут по практике, по крайней мере, сейчас зимний период, естественно, основная проблема – это содержание, зимнее содержание, уборка. И сейчас, естественно, не до знаков, и уж тем более не до разметки. Но стоит отметить именно вот проблему, с которой я всячески пытаюсь бороться. Если условно государство понимает существующие законы и максимально им следует, то когда это балансодержатели частное лицо, ну даже юридическое лицо, они не до конца это понимают. Вот сейчас я заезжала в Дом правительства через территорию Крокуса, и я вижу, что у них знаки стоят неправильно. Потому что, например, ну самый простой пешеходный переход, именно человечек, он должен смотреть, идти в сторону самого пешеходного перехода. То есть мы по факту должны увидеть такую ситуацию, что с правой стороны он идёт по дороге и с левой стороны. Вот, у них они смотрят в разные стороны от дороги. Зашлись. Ну да, вот так получилось. Я, собственно, и делаю выводы, что, ну, скорее всего, есть какие-то проблемы у балансодержателей территории и с проектом, и с содержанием, чтобы они… То есть понимание, не хочется. Нет, это шутка, конечно. Шутка, нет, мы, конечно, не говорим. Я представила эту картинку. Мы ничего не утверждаем, но как бы я иногда делаю из этого вывода какие-то свои. Плюс может быть проект, но тогда должен быть ещё человек, ну, условно, какой-нибудь завхоз там или инженер проекта, или какой-нибудь ахо, которое будет непосредственно все эти знаки реально сличать уже по факту. Перепутали они. Вот, кстати, здесь тогда, да, Мария, возникает вопрос, а кто вообще может заниматься организацией дорожного движения? Кто эти люди, эти профессии, которые должны? Потому что явно вот на этом примере, да, какие-то недочёты. А тут у нас ещё один приказ Минтранса 260-й об утверждении перечения профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения и квалификационных требований к ним. Тут история какая. Вообще, проектирование организации дорожного движения – это та сфера деятельности, которая никогда не была такой лицензируемой. И когда я вот 8,5 лет назад открывала бизнес, я, собственно, начала именно с разработки подов, потому что СРО тогда ещё не было, и СРО, членство в саморегулирующей организации, оно требует и определённого количества и сотрудников, и мощностей всё-таки каких-никаких, лицензионное оборудование и так далее. В общем, целый комплекс того, что сложно начинающей компании. А проекты организации дорожного движения – это история не про изменения непосредственно технических параметров дороги. Это знаки и разметка. Это то, что можно всегда снять и перенести. Поэтому здесь СРО не требуется. И действительно, многие фирмы, которые дорожные, они не получают СРО вообще. Они делают исключительно проекты организации дорожного движения. Но мы нет. Мы в 2017 году получили СРО, и уже и сами проектирование занимаемся успешно, проходя экспертизу. И, соответственно, поды были вот такой вот истории. При этом заказчикам, конечно, всегда хотелось посмотреть на СРО. Это понятно, потому что надо хоть как-то подтвердить свою квалификацию и так далее. И вот в 443-м федеральном законе, как раз в 2017 году, начались вот эти первые шаги к тому, что что-то должно быть. Что это определенная профессия, точнее даже сказать должность, непосредственно в штатном расписании. Ну и, соответственно, где-то вот в 2017 году он вышел. В общем, в 2018 год мы считаем, когда мы активно начали штудировать этот федеральный закон. И уже тогда я поняла, что необходимо моего главного инженера проекта его переименовывать именно непосредственно вот в соответствии с этим перечнем. Потому что просто иначе мы не сможем это делать. Ну и, соответственно, плюс повышение квалификации. И вот с этого года, как раз-таки, тоже опять с 1 января 2021-го, этот перечень вступил в силу. И, соответственно, если у фирмы нету этих сотрудников с определенной должностью, с определенной квалификацией, они, ну, по большому счету, не имеют права заниматься проектами организации дорожного движения. Потому что проект организации дорожного движения, он мало того, что согласовывается с балансодержателем дороги, но еще и подписывается непосредственно, ну, выпускающей фирмой. И вот проектировщик, ну, то бишь я, как генеральный директор, мы несем ответственность за нормативы по расстановке знаков и разметки. Потому что если ситуация сложится так, что условно мы начертили неверно, ну, перепутали два знака, балансодержатель подписал, ну, он как бы не обязательно, он как бы на нас надеялся, а приехали ГИБДД и его оштрафовали, то, соответственно, этот штраф чисто и спокойно переходит на нас, потому что это наша ответственность. Это мы перепутали. И чтобы вот таких ситуаций не было, поэтому вот нам начинают нашу сферу тоже как-то уже больше причесывать и облагораживать. Так что нельзя просто взять и расставить знаки и разметку. У нас специальные есть нормативы, куча сборников, снипов и так далее. Мария, ну и несколько слов о тех дорогах, которые за последнее время были введены в строй в Московской области. Достаточно активно идет строительство. Много еще всего и на 2021 год запланировано. И развязки будут открываться, и новые обходы. Можно будет без пробок доехать, насколько я знаю, аж до Казани. Расскажите о том, что было введено в строй вот такого интересного. Ну, естественно, все разговоры идут про ЦКАД. Первое, третье, четвертые участки, пятый. Протяженность довольно большая. За 2020 год и 24 километра, и 50 километров было введено. 100-километровые участки были введены под ЦКАДу. При этом надо понимать, что когда у такого объекта большие трассы вводятся, то они вводятся частями, и там происходит маневр техники. И на это тоже действуют свои схемы организации дорожного движения. Именно временные, когда у нас желтые знаки. Поэтому максимально очень надо читать автомобилистам, когда они видят желтые знаки, тем более на таких больших шоссе, что здесь идут работы. Потому что выезжает и техника, ей неудобно, у неё большой радиус заворота и так далее. И, соответственно, вот эти все перемычки, это довольно сложная, объёмная, комплексная работа. Потому что это как пазл. Чтобы реально запустить 100 километров дороги, проделана огромная работа. И в этом плане правительство Московской области просто молодцы, огромные. Но ЦКАД – это история такая большая, сложная. А самое последнее – это вот в Химках 26 января 2021 года открылась транспортная развязка, которую ещё поручал построить президент. И она, соответственно, это нависающий мост на Ленинградском шоссе. И довольно удобно теперь жителям Химок совершать свои манёвры. Как профессионал, как оцениваете, насколько всё грамотно устроено? Ну, смотрите, тут тоже надо понимать, что с точки зрения мостового сооружения я, к сожалению, может быть, не сильно большой профессионал, потому что дороги и мосты – это чуть-чуть разные именно с точки зрения технологий. А вот с точки зрения потоков и транспорта, естественно, развязки – это всегда хорошо. Как урбанизм можно сказать, что плохо – это уширять всё время дороги, потому что смысла в уширении мы уже с вами чувствуем, что нет. Абсолютно. Да, может быть, наоборот, действительно, нам надо уже обратно сужаться и делать выделенки для общественного транспорта. Абсолютно точно, потому что смысла, вот я даже по тем дорогам, которые расширили в столице, лучше не стала. А вот развязки – это хорошо, потому что больше возможностей поехать другим маршрутам. Ну, понятно, да, для манёвров. То есть мы не одну широкую трассу, которая в любом случае встанет, должны делать и планировать. А много вариантов развития движений и коммуникаций. Причём как внутри одного района, так и межрегиональные. Это вот эта сейчас история очень важная. Потому что я ещё член общественной палаты городского округа Красногорска. Сейчас вот мы столкнулись с такой проблемой, ну, как вот Илинское шоссе, которое перешло теперь тоже в МТДИ Московской области. И был эксперимент по запрещению левых поворотов. Это вызвало волну негодования местных жителей. И на фоне того, что местные жители начали обращать внимание вообще на Илинское шоссе, они начали больше говорить, и всплыла на поверку информация о том, что они же действительно отрезаны. У нас ЖД пути, у нас Ильинка, у нас Волоколамка. Например, поликлиника, в которую многим-многим жителям Красногорского района нужно попасть, находится в Павшинской пойме. А общественного транспорта, он есть, но при этом внутри одного городского округа менять два маршрута минимум, но эта история довольно странная. А вариантов подъехать по-другому просто физически нет. Ну и вот здесь вот, получается, жители тоже должны высказывать своё мнение. Ну, собственно, что они и делают, и на портале Доброделы, и помимо того, где чего недостаёт, также можно высказать своё мнение относительно того, где нужен ремонт. Да, сейчас как раз начался сбор предложений на муниципальных и региональных дорогах 2021 года, и на голосование выставлено 21 тысяча дорог. Соответственно, местные жители могут, граждане, посмотреть на портале и проголосовать за свою дорогу. Что и нужно сделать. Что и нужно сделать. Спасибо, Мария, что пришли к нам сегодня в открытой студии «Радио-1». Говорили о дорожном движении, о его развитии. В программе принимала участие генеральный директор компании «Драфт», эксперт по дорогам Мария Кулькова.